Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем вопрос ваш. Основной момент, на котором я хотел бы заострить ваше внимание, это такой аспект, что мужчина лава, а лайфа тольку мужчины, по-четам. Усту, он, он, с вами дизвольд, а толька, вот, аппарат, толька, общаюсь с вами, как мужчина, и все, получается. То есть, он с вами не общается, как с личностью, как с человеком. Видим. Ну, судя по тому, что вы говорите, очень на то похож. Я, конечно, хочу ошибаться очень сильно, но выглядит все, к сожалению, вот так. И в таком случае, а, в таком случае, нет ничего удивительного, на мой взгляд, по моему мнению, нет ничего удивительного, что человек, не очень хочет с вами взаимодействовать. Избегает контакт с вами, потому что, вас, например, он видит только женщину, вот, допустим, вас видит только женщину, а только женщина, например, его может пугать. Только женщина может его, как-то, вот, отталкивать, как-то, вот, нервировать, да? И, соответственно, он из-за этого избегает с вами такого вот контакта, я бы сказал. Ну, понятно, что он делал здесь не только в этом, да, понятно, что есть еще какие-то факторы, но, очевидно, что вот такой глобальный фактор, он в этом проявляется. Следующий важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это на то, что вы позволяете человеку общаться с вами так, как он того хочет. Так, то есть, не вы хотите, а вы, эээ, в отношениях, получается, свои интересы, как бы, ну, не очень, не очень, ээээ, вещаются, вот, не очень продвигаются. И, на мой взгляд, это достаточно серьезная проблема, вот, потому что человек таким образом чувствует, что вы себя не цените, да? Да, человек таким образом чувствует, что вы себя не уважаете и думает, что с вами можно поступать, собственно говоря, так вот так, как он поступает. То есть, здесь по факту мы имеем то, что мужчина является отражением вашего собственного отношения к, ну, к себе самой. Ну, вот, 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 как вы относитесь к себе, так и мужчина, в принципе, относится к вам, к вам. Это может быть не очень приятно, но, по крайней мере, более чем логично. Дальше, на что я хочу обратить ваше внимание еще, то, что вы интерпретируете его поведение, вот, поведение мужчины, вы интерпретируете как такое поведение, при котором вас не ценят, вас не ценят, вас не уважают, и что вы не нужны, это вот пока идет в данном контексте ваша интерпретация того, что происходит. И на мой взгляд, это достаточно серьезная проблема, свидетельствующая о том, что вы в себе сомневаетесь, что вы в себе не уверены, что вы боитесь, например, остаться одна. Ну, и, наверное, самое главное, то, что мужчина вы встречает, вот, для того, может быть, для того, чтобы... показать ему... и себе, может быть, кому-нибудь еще, что вы, грубо говоря, достойны поводу, что вас любили, к примеру. Вот. То есть, такой момент тоже может иметь, к сожалению, место быть. Вот. Понятно, что не хотелось бы, чтобы это было страшно, но, вероятно, чтобы это мы с вами, потому что вы интерпретируете данный аспект как некую такую вот... дискредитацию у вас. А, по факту, никакой дискредитации, да, никакой нет, по факту, конечно. Ну, только не для вас, да. То есть, для вас, может быть, как раз, такие дискредитации есть. То есть, вы можете так вот чувствовать, что вас дискредитирует мужчина. Вот, если вы так ощущаете, да, если вы так чувствуете, вот, то, соответственно... Очень важно посмотреть на то, чем это связано. Вот. То вот, что вы так это все воспринимаете. Ну, достаточно вот негативно. И можно говорить о том, что вы нуждаетесь в отношениях. Можно говорить о том, что вам нужны отношения. Можно говорить об этом. И можно в таком случае говорить здесь о сверхмотивации, о вашей сверхмотивации быть в отношениях. И, соответственно, то об этих тенденциях, как о том, что уничтожает вам, в принципе, ну, может быть... Вести себя более естественно в отношениях. И тем самым быть, ну, может быть, более естественным. Может быть, более корректным. Да. Ну, в отношениях. Вот. Вот. Такое ответ я могу вам здесь дать. На этом всем я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Я желаю вам всего доброго.